В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу в ВК или Телеграм. Silent Hill. Для кого-то это великая серия игр, которая в один момент сдобла, а для других это скинчики в ДБД. Даже если вы каким-то образом не играли в игры, не смотрели фильмы, не натыкались на Рулл-34 арты с медсестрами, то вероятнее всего хотя бы слышали музыку из этой игры в ТикТоках по типу Айсберг Левора Крида. Стоп, так это мелодия из Silent Hill? Не знаю, ладно, осуждаю, а че там осуждалось? Долгие годы Konami презентовали целых пять Silent Hill'ов. Один про буллинг и травлю в социальной сети юной девочки, которая живет в Германии. Другой интерактивный веб-сериал и, наконец-таки, ремейк второй части. И знаете, я зол на Konami. Во-первых, старый Джеймс был больше похож на меня, чем этот палка-дрыщ. Во-вторых, они вып... Вы выпусили два издания, в делюксе которого вы могли играть на два дня раньше, с масками пирамиды Голового, собачки для Джеймса, а также зайчика из третьей части, эксклюзивно для PlayStation 5. Че, б***ь это, что ли? Ну, фан-базу Silent Hill'а и до этого... Можно просто в ДБД купить себе скин на зайца на Легиона. Да, я сразу подумал о Легионе. Да, просто по том, как появляются легендарные вот такие скины на других персонажей, нелицензионных, можно увидеть, насколько плотно Бехевер дружит с Konami и с Капкомом. Субтитры сделал DimaTorzok Мир Тим молодцы, все исправили. Кроме боевки, будто ты сражаешься воздушными шариками. Но чем цепляет ремейк Silent Hill'а, это его окружение и атмосфера. Окружение сделано на славу, вещая штукатурка, насекомые, монстр, всякие страшные... Будь-то дома. Существа туманут, дай, кстати, попарить нужно. Вейперы ебучие! Сколько бы ни ругали движок, надо признать, что графика с ним просто обалденная. Вы только посмотрите на эти текстуры, на эти отражения, на эти царапины на автомобиле. Ой. И все было бы прекрасно, если бы не оптимизация. Silent Hill греет компы похлеще второго Алан Мэйка. На 3080 без RTX сделок. Надо было на этой неделе играть в Silent Hill. Так, в смысле, мы и будем играть. Ну-ка, пока отопление не дали. А, чтобы погреться. Ясно. Так-то да. Я думаю, я выложу в тот день, как раз, когда мы и будем играть. То есть, сегодня вы посмотрите видосы. Можете прийти на Twitch и посмотреть, как играем. Я играю, а она сидит, это... Наблюдает. Да. На 3080 без RTX, DLSS еле как идет 40-50 кадров. Ну, собственно говоря, вот мы так же будем играть, если что. Если посмотреть на небо, можно увидеть заветные 100 FPS. Игра как бы намекает постоянно молиться на оптимизацию. Наверное, даже есть секретная концовка, связанная с этим. Деньги мне, плати, блядь. И от сюжета оригинала разрабы не отклонялись. Представьте, что вам пришло письмо на Gmail от жены, которая умерла 3 года назад. И теперь она зовет вас в родной Челябинск. Челябинск. Ваше особое место. А вокруг ходят монстры или, да, метеориты. Точно так же и тут нужно отправиться на поиски жены. Мэри. Это Мэри, проворливая сука. Ёху, найдешь. На вашем пути встретятся красивые локации из оригинала. Общага, больница, отель. Подробная карта с названиями домов, улиц, как, например... Сейчас... Как на... С названием... Большого Джейма. Ими домов, улиц, как, например... Сейчас все должны зиговать. И, конечно же, Хэппи Бургер. В оригинальном Сайлент Хилле вы не могли посетить это место. Только в третьей части, играя за Хизер. А в ремейке вы можете наведаться, оценить менюшечку и помолиться за Соединенные Штаты Америки. Монстры тут бывают разными. Одни ползают, другие прячутся, а некоторые вообще скамят на бабки. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании. И на самом деле у второго Сайлент Хилла уже было переиздание только для PlayStation 3. Наш умевший HV коллекшн был настолько отвратительным, что побило все рекорды позора. Новые баги, вырезанные механики и, самое главное, переозвучка Джеймса с голосом Троя Бейкера. Это тот, который Джоэл озвучивал. Но в этом ремейке голоса выдались на славу. Эдди кажется шепелявым неряшливым пузаном, прямо как я. Ох, пааааа. Ух, друм, друм, мыс. Анжела серой мышкой. Хотела быть я литерали Джеймс, да, а ты получился литерали этот чел, да? Да. Психическими проблемами из Твиттера. Плес, доль. А Мария роскошным бимбо-унитазом. Скука, ну мёд. И, кстати, многие ополчились на наряд Марии, ведь раньше он был более вызывающим. И полностью не скопированным с Кристиной Агилеры. Но ремейк рушит ваши ожидания и даёт то, что вы ждали с оригинала, но в другом виде. Стоп, что? Это она стояла типа с этой одёжкой? Видать, какой-то... Как-то простебали разработчики. Ну, в другом виде, эта Мария будет постоянно преследовать вас, как Эшли из Резидента. Но разрабы настолько постарались, что учли деталь мужского туалета, в которой Мария за вами не следует. Судя по татуировке бабочки... Ну, хоть, блядь, где-то от неё отдохнуть можно. Да-да. Она и так частенько там бывала. Однажды она даже танцевала в стресс-баре под перезаписанную для ремейка музыку Heaven Nights. Но, на мой взгляд, музыка в оригинале была интересней. Только послушайте этот космический вайб. Кстати, отсылок и секретных диалогов в игре тоже многовато. Если вы встанете на подиум, Мария предложит вам сделку. 10 гривен, это 10 гривен. И тема женщины подключения раскрывается в этой игре по максимуму. Это и неудивительно. Игру-то придумали японцы. Тут вам и медсёстры в чулочках. И Мария в период овуляции. И пирамидоголовый тарабанит монстров. Правда, в ремейке слегка упростили сцену. И даже Анжела. А что с ней, спросите вы? Её? Хотя и в оригинале там не особо что-то показывалось прям. Ну, типа, подробностей, в смысле, не показывалось. А тогда он, типа, шпехал медсестру. Вполне обычная это, начиная смена в скорой помощи. Хирург, медсестра. И не только он, в общем, игра даёт подумать про кексуальные потехи, искупления и, конечно же, женщин. Понимаешь, вот эти вот женщины, что-то там спят, что-то... Вот у меня жена больная лежит на кровати, да? Иногда, да. И я сразу ей подушечку несу. Зачем это? Ну, чтоб шея не болела. Ну так там же не показывали в подробностях. То есть там не видно никаких гениталий и прочего, насколько я помню. Я этот кадр где-то видел. Немаловажным для Сайлент Хилла являются загадки. И здесь вы можете настроить отдельно даже сложность под них. Играя на самом сложном, я частенько тупил, читая странный перевод стихов на русском языке. Давайте думать, блядь. Подсказывайте, чё вы мозги и... А иногда наоборот, получалось проходить их наугад. Но самый пи***ц был дальше. Больница Брукхевен — это просто симулятор загадок. Ты должен найти ключ, чтобы открыть им комнату, в которой ключ, которая открывает ключ, в котором есть ключ. Чтобы найти три этих браслета и надеть вот на эту чёртову руку. И знаете, ради чего все эти трёхчасовые побегушки? Ради ключа, блядь. И мне бы всё понравилось, если бы моя винда не сказала мне «пока». Опа! И после переустановки я узнал, что облачных сохранений в Стиме для Сайлент Хилла не существует. И все мои восемь часов прохождения пропали. Но благо, нашлись на Реддите американские спасители, которые дали сейв, правда, для пиратки. Поднять якорь, всё на борт. Под конец игра стала напоминать Resident Evil с ареной мобов. Только вот боёвка не такая же, как в рейсике. Анимации могут пролагать и подвиснуть, а блюющий монстр может не вовремя начать блевать. И, в принципе, это и так в разы лучше, чем то, что было в оригинале. А с бензопилой так и ещё интереснее. Наверное, вы зададитесь вопросом, страшная ли эта игра? Я скажу честно, да. Сайлент Хилл ещё с четвёртой части нравился мне тем, что он не пугает тебя скримерами. Да, порой неожиданно встретить прятающегося у***ана за углом, но... Эта игра пугает тебя окружением, что, конечно же, обожаю всем сердцем. Что-то подобное было и в пяти. Ты пугался звоном в ушах, посторонних звуков и самой атмосферы. Но единственное, что пропало из ремейка, так это чувство потерянной VHS-кассеты. Если ты играешь в оригинальную старую часть, ты ощущаешь, будто скачал эту игру, не знаю, из приспользования анонимных тредов. Особенно, если проходить её на ламповом телевизоре. Ремейк же кристально чистый и стерильный. В этом тоже есть свой шар. Ну, смысл в том, что, когда Silent Hill выходил, и ты в него играл, он для тебя тоже выглядел таким же идеальным, ровным, прекрасным, максимально графонистым. А потому что они прекрасно со своей задачей справились выжать максимум из того, что может показать то, на чём они его пускали. Не факт, не знаю. Я про это смотрела. Не могу ничего насчёт этого сказать. Я имею в виду в том смысле, что игры тогда были такими, и игра смотрелась, собственно говоря, так же, как сейчас для нас смотрится ремейк. А ремейк, а старая игра для нас сейчас смотрится как ретро, да, и вот эта VHS-кассета как раз только из-за того, что это старая игра. Я просто, когда я видела какие-то прохождения Silent Hill, я удивлялась, вау, игра такая же, как ролики. Вот эти вот всякие, ну, трейлеры рекламируют, такая же, как постеры, а то обычно ты на постере конфетка, а внутри гамняшка по визуалу. Игра-то, может, и хорошая, но технических мощностей ещё не хватало. А тут уже как-то выжимали максимум, это смотрелось пугающе реалистично. Я веду немножко не к этому, а к тому, что тогда она смотрелась... Да мне племать, чему ты ведёшь, я вела к этому. Перебивать мне тогда не надо было. Игра смотрится сейчас нормально, хорошо, и тогда она смотрелась тоже нормально и хорошо, и у игры не было никакой цели выглядеть как VHS-кассета. Я об этом. То есть ей это не нужно. Когда я перепроходил оригинал на стимдеке, я испытывал несколько другой опыт. Конечно же, ты и в ремейке можешь поставить фильтр постобработки в стиле ретро, но согласитесь, что страшнее звука экрана загрузки оригинала нет ничего на свете. Обосрал. Ещё один немаловажный минус – это секретная концовка с собачкой. И вы скажете, что стало лучше, сохранили оригинал. Они изменили эту концовку. В оригинале после собачки шли титры, в которых вы могли видеть культовые фотографии Гатчи Джеймса и Марии в купальнике. А что в новой игре? Просто титры. Титры и текст, и всё. Это возмутительно! Ладно, в мо... Ну всё, испортили концовку. В моём телеграмме Мария есть и в лучшем виде. Но как бы я негодовал, Сайлент Хилл остаётся к... Что, он в косплее Марии в купальнике? Культовая игра для меня. Эта игра вдохновляет разработчиков по всему миру до сих пор. Тот же Fear and Hunger, финский разраб мира, сделал под вдохновлением Сайлент Хилла. Тут тебе и ворон, пирамиды головы, и различные подключения. В игре много символизма, и каждый кустик что-то там может значить для истории. Мне нравится то, что каждый человек видит свою трактовку происходящего. Точно так же, как и с любым артхаусным фильмом. Но то, что она даёт поразмышлять спустя 20 лет, это уже значит многое. Но некоторые с вами не согласятся. Бывают и те, кто отсеивает неверных нюфагов. Они готовы сжечь любого на костре, кто не играл в Сайлент Хилл с момента выхода на Плейстейджан 2. А меня смотрят три молодых пацана. Ну шо вы, в пуплакские складки просидели. Которые свою шопу прикрутили к компухтерному креслу. Тихи. Я тот человек, который не проходил Сайлент Хилл ни разу. И своих проберженных кресла. Вот здесь вот, понимаете, что было снято видео про Сайлент Хилл. Вот я на заброшке, а вы... Это я ещё молчу про знатоков, которые знают всё наизусть из видеоигровых осе на ютубе. Господи, да мне настрать. Смотрю я на нож или нет во время прохождения. Концовка будет такая, какая будет. И мне не стыдно того, что я могу чего-то не знать. Да, я тупой. И вообще я быдло. И про это знают мои подписчики на Бусти, за что им огромное спасибо. А я побежал искать маленькую девочку Лору. Что ж не б***ь, б***ь, нехуй у тебя котлы, б***ь. Ну-ка отдай. Ха-ха-ха, ты гля, нормально.